Bonjour! Добро пожаловать на канал Vive le France! Здесь мы рассказываем о том, как выучить французский язык самостоятельно. Шутка! Я Настя, и с вами моя рубрика Handy Hacks, и сегодня я поделюсь с вами тремя способами, как привнести юмор в ваши занятия и сделать их намного веселее. Поехали! Номер один. Время от времени разыгрывайте своих учеников. Ну, по-доброму, конечно же. Зачем? Смотрите, давайте обо всем по порядку. Находясь в привычной комфортной обстановке класса или дома, человек чувствует себя расслабленно, иногда даже слишком. Поэтому розыгрыш, или, как сейчас принято говорить, пранк, помогает удержать учеников в тонусе. Как же лучше разыграть учеников? Ха! Самый простой и действенный способ – это забыть про русский язык, если вы этого еще не делали. Особенно эффективно и занимательно проворачивайте этот трюк с теми, кто только что начал учить язык. И если подвох быстро раскроется, вам не помешает это разговорить даже самых принципиальных молчунов. Другой забавный вариант – это раздать ученикам по окончанию занятия конфетки и попросить их описать вкус. Самое интересное, что конфетки эти будут Bertie Botts с разными вкусами, от vomit до soap и dirt. Ведете занятия онлайн? Неплохая почва для моего любимого пранка. Говорят, из мягких игрушек получаются неплохие учителя. Из носков. Согласитесь, по меньшей мере, это может вызвать недоумение. Главное – справиться с ним и как можно дольше сохранять конспирацию. Говорящий носок может скрывать от ученика, куда вы делись и что с вами случилось. Кстати, стендап комедians часто используют Muppets в своих шоу. Да и многие учителя уже сделали это своей коровной фичер. Вот представляете, ведете вы онлайн занятия, открывается окошко, и ученик видит не своего учителя, а Петю-петуха. И здесь главное сохранять образ и скрывать, куда же делся преподаватель. Ну или на худой конец, пусть он признается, что он вас съел. Конечно, такой формат подходит для primary и pre-primary. Со взрослыми нужно поискать что-нибудь другое. Хотя и со взрослыми можно поприкалываться, просто подумайте над образом. Субтитры сделал DimaTorzok Шуткам и розыгрышам есть место не только 1 апреля. Остроумный пранк будет всегда кстати. Еще один хороший вариант это поискать видео пранка на YouTube, благо их сейчас много, и показать их ученикам. Нужно найти видео, которые соответствуют вам по языковой подготовке и по лексической составляющей. Чем они хороши? Тем, что в таких видео, как правило, много разговорных фраз и ситуативного английского. Посмотрите их все вместе и обсудите. На английском, конечно же. Как бы они себя повели, если бы они оказались на месте тех, кого разыгрывают? И какой бы пранк они, в свою очередь, могли бы придумать? А в качестве домашнего задания попросите их найти какой-нибудь пранк в интернете и описать его письменно, чтобы правильно была соблюдена грамматика, лексика и в целом повествование имело смысл. Назовите это модным словом vlogpost. Почему это полезно? Потому что в таком задании им придется вести повествование грамотно, соблюдать последовательность действий, выбирать правильные грамматические ресурсы и использовать нужный вокабуляр. А еще правильно описывать реакцию людей. И все это помогает им развивать их narration skills. Но если вы точно уверены, что в вашей школе у всех есть чувство юмора, то почему бы не разыграть какой-нибудь безобидный пранк и снять это на камеру вместе со своими учениками? Пусть они все вместе подумают над тем, какой безобидный пранк можно разыграть в их школе. Желательно, чтобы это было связано с английским языком. Ну, вот такой вот челлендж. Ну, а помимо пранков всегда можно посмотреть какой-нибудь фрагмент из фильма на английском языке, прямо в классе. Чтобы в этом фрагменте был какой-нибудь кусочек юмора или шутка, в которой сложно разобраться. Например, это может быть какой-нибудь пан. И вы со своими учениками можете обсудить, почему эта шутка смешная. Редко, когда тонкую шутку можно удачно перевести на русский язык. Особенно, если в ее основе лежит тонкая игра слов. Например, несколько недель назад вышел фильм Адама Маккея «Власть». Все бы ничего, но только в оригинале он называется «Вайс». На английском это и крех, и приставка к титулу вице-президента. Собственно, фильм как раз и рассказывает историю Дика Чейни, весьма неоднозначного президента США. А теперь вспомним, что такое Дик. А вот переводчики фильмом «Небо в небо» поработали на славу. Между главным героем и стюардессой в самолете происходит следующий диалог. Напытки, сэр? Что-что? Напытки, сэр. Напытки? Напытки, сэр. О, нет, не надо. Спасибо. В оригинале стюардесса говорит. Ты хочешь панцер? Что? При желании можно найти множество таких примеров. Она просто предлагала ему колу в баночке, а не опасное заболевание. Разберите их с учениками, чтобы понять, по какому принципу работают такие шутки. Что такое сэртап и что такое панчлайн? Пусть они посочиняют свои собственные шутки. Возможно, во время такого занятия у вас родится какой-нибудь local meme, который будет понятен только вам и вашим ученикам. И вас это очень сблизит. Например, недавно я проводила разговорный клуб на тему юмора. О том, что такое юмор, как сочинять шутки, почему какие-то шутки смешные, какие-то не очень. И у нас было такое задание придумать caption к какой-нибудь картинке. Я показала вот эту картинку, и одна девочка сказала, что это Джон Сноу. Так что вы тоже можете использовать это активити на вашем уроке. Чувство юмора можно и нужно развивать. Кстати, можете порекомендовать своим ученикам посмотреть миссис Мейзл на английском языке. Это точно разовьет их чувство юмора. Я подсела и очень люблю этот сериал. Жду третьего сезона. Развивая и английский, и чувство юмора, глядишь англоязычных стендаперов, воспитайте. Ну и напоследок скажу, что всегда нужно помнить про то, что юмор это дело тонкое. Конечно, нужно следить, чтобы шутки никого не обижали. И прежде чем повально осыпать панчлайнами, нужно убедиться в том, что вы все-таки знаете свою аудиторию, знаете своих учеников, и что эти шутки сейчас будут уместны. Я со своими учениками не стесняюсь использовать юмор, потому что я их знаю уже довольно-таки долгое время. У нас есть даже какие-то inside jokes, которые мы периодически вспоминаем. Иными словами, юмор способствует созданию комфортной и непринужденной атмосферы на занятия, что в свою очередь ведет к более приятному изучению предмета. А как вы используете юмор на занятиях? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. На этом не все. Ставьте лайк под моим видео, подписывайтесь на наш канал и stay tuned! Bye! На этом не все. Это была рубрика... Субтитры сделал DimaTorzok